А если ты поставишь лайк и оставишь комментарий, то тебе обязательно упадет Тотти. А если не поставишь и не оставишь комментарий, ну, увы, как бы, не хочешь Тотти, как хочешь. Ну что, ребята, всем здорово, с вами я, Пандос Фиксович, и сегодня я готов ловить Тотти. Я даже очки специально надел, чтобы у меня эти лучи случайно не ослепили. Да, ребята, вначале вы уже видели, как выглядят анимации у этих Тотти карточек. Перепутать с какими-нибудь ЛЧ-картами уже невозможно, потому что они фиолетового цвета. Я практически весь, ну, практически весь фиолетовый, но фиолетовый и розовый, в принципе, недалеко друг от друга ушли. Сегодня у нас доступны Криштиан Роналдо, Мбаппе и Левандовский. И кто был вчера на моем стриме, тот знает, что я уже поймал Тотти. Да, ребята, я самый счастливый человек. Неужели это произошло? Вот вы верите? Вот я не верю. Собственно, сейчас я вам покажу нарезочку, и вы просто охерейте. И самое интересное, я вытащил Тотти с первого пака. Все, поехали. Промо. 50 тысяч паки полетели. Ээ! 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 Какого хрена? Серхио Рамос! Ээ! Блин, там только нападение! Я вам базарю. Вот выйдет фулл команда, хрен мне Серхио Рамос дропнется. Я вам базарю. Так, а что вы на меня так смотрите? То есть, вы хотите сказать, я вас обманул. То есть, я похож на обманщика. Ну, вот смотрите сами. Рамос есть в команде Года. Мне упал Рамос. Собственно, это Тотти, игрок. Игрок команды Года. Он мне действительно выпал. Я вам скажу даже больше. Не упало сразу два Тотти в этой Фифе. Да-да, вы не ослышались. Но перед этим, давайте я вам покажу еще кое-какой дроп, который мне упал непосредственно на этом стриме. Ну, 22.00. Так, обновление. Обновление идет. Это хороший знак. Волкаут. Есть. Фиолетовый. Блин, нет. Это даже не легенда. Аргентина. Давай, Месси. Месси. Ох, это даже не Месси. Это опять Димария. Ну, конечно, да. Конечно, конечно. Пошел нахер. Пошел нахер, да. Волкаут есть. Фиолетовый, давай. Это Информа, это Информа. А что там в команде недели? Бельгия. ЦОП. Два Информа. Годин. Отлично. Прекрасные паки. В общем-то, да. Я сдонатил 36 тысяч фифа-поинтов. Вот такие вот интересные карточки мне попадали. В целом, кроме Тотти, Сергея Рамоса ничего особо не упало. Но потом я пошел на свой бездонатный аккаунт. И открыл два пака ультимейта. И в первом паке мне падает еще один Тотти, ребята. Еще один Тотти. Де Брюйне. Вау. И вместе с ним также в паке находился Саналдо. Ну, учитывая, что это бездонатный аккаунт, как мне кажется, это круто. Четко. Вы спросите, а какого хрена ты, блядь, накликбейтил? Во-первых, опять же, я уже доказал вам, что это не кликбейт. Потому что игроки действительно находятся в команде года. И, во-вторых, блядь, с хера ли Кастро можно, а мне нельзя? Посмотрите. Он вчера выпустил на своем YouTube-канале ролик «Я поймал Месси». На обложке карточка Тотти Месси. И, кажется, я где-то это уже видел. Ага. Ну, вы понимаете, великие копируют великих. Сначала такой мув взял Герман Эль Классика на один лямов просмотров, а потом сделал Кастро. И у них больше подписчиков, чем у меня, если вы можете заметить. Да, поэтому я беру пример с более продвинутых ютюберов. Поэтому не надо меня осуждать. Потому что мне действительно упали две Тотти карточки. Да и в целом, если посмотреть на просмотры Кастро и по соотношению лайков-дизлайков, людям это нравится, все устраивает. Как бы никакого негатива к этому не имеют. Да, на обложке не существующая карточка, потому что Месси, к сожалению, в этом году не попал в команду года. Я считаю, что это полная херня. И он обязан быть 12-м игроком. Но я не отчауюсь, ребята. Да, я уже задонил около 40-50 тысяч рублей. По соотношению ваших лайков я посмотрел. Ну и сам сверху накинул. Да, если честно, у меня есть небольшой грешок. Я частично завису... Ну, короче, я зависим от FIFA-поинтов. Мне всегда хочется открывать пакетики. Встретимся где-то через часик по моим часам. И попытаем удачу уже в последний раз. Потому что, я думаю, больше я не намерен открывать паки. По крайней мере, до полной команды года. Ну и перед тем, как мы продолжим, естественно, напомню о своих спонсорах. Компания OneX. Там вы найдете множество спортивных дисциплин. Начиная от футбола, заканчивая киберспортом. Высочайшие коэффициенты. И моментальные выплаты. Ссылочка будет по закрепленному комментарию. Или же просто перейдите по моему QR-коду. Все очень быстро, качественно и надежно. А если вам нужны монеточки для того, чтобы открыть паки на Тоти-ивент. Или же вы просто хотите приобрести сразу Тоти-карточку. К вашим услугам предоставляется мой личный сайт PandaCoin. Более полутора тысяч отзывов уже имеется на этом сайте. Что говорит о многом. Ссылочка будет в описании. К слову, вот так вот выглядит мой бездонатный аккаунт. Игроки абсолютно все из пака. Ну, не считая райкарда. Я один раз сюда сдонатил. Открыл один пак с иконой. И мне упал райкард. А в остальном у меня все карточки untradeable. Все выпали мне с каких-то паков. И при этом я открыл не так уж много и паков. Что подтверждает мою теорию о том, что на бездонатных аккаунтах сыпит намного лучше, чем на донатных. После стрима я также не удержался. Сдонатил еще около 24 тысяч фапоинтов. И в принципе мне вам нечего показать. Ну, типа я всю удачу просрал именно на этих двух Тоти-карточках. Блин, какой же я счастливый, ребята. Ладно. А если без рофла? Это, конечно, пиздец. Поймать Сергея Рамоса в первом паке. После этого поймать Дебрюна. Это, конечно, победитель по жизни. Кто-то бы думает, что шанс вообще минимальный поймать какую-либо Тоти-карточку. Но я бы так не сказал. Смотря, допустим, на мои комментарии в Телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Можно чекнуть, что многим падают и Левандовский, и Мбаппе, и Криштиану даже. А вот этот вот мой подписчик вообще джекпот сорвал. Сначала он ловит Эйвсебио в гарантированном паке с иконой. Кстати, она у нас будет в конце видео. И дальше ему падает линк Криштиану Роналду. Атака до конца фифы просто обеспечена. Все, ребята. Увидимся через часик, а для вас пройдет всего лишь мгновение. Ребята, переходя к нашим корешам из OneX, не забывайте про мой промокод PANDOS. Ну что, ребята, финишная прямая. Остается меньше двух минут до очередных промо-паков. 12 тысяч фапоинтов я сдонатил. Я уже сбился со счета, сколько денег я влил, но точно около 50 тысяч рублей. И толком не увидел нихера. Все, поехали. Яшники, наградите, пожалуйста, меня... А, я думал тут на скорость все будет, а нет. Нет, 12 паков по 50 тысяч монет. Окей, первый пошел. Я не буду смотреть, есть тут щиточки или нет. Аргентинец, давайте PFA. Нет, это LZ, это Таглеофика. Блядь, ну кнопка, ну что с тобой? Что это? Блядь, да уйди! Короче, геймпады на PlayStation 5 просто пиздец. Кнопка вот R2 заедает. Просто смотрите, легенькое касание и все. Кнопка активируется. Короче, не очень качественная сборка, скажу я вам. Так, второй пак. Опять Аргентина. Меня прям засыпает этими аргентинцами с рейтингом 83. И вижу бельгийские флаги. Куртуа. Нет, это Эден Азар. Вау! Это же Уолкаут. 88 рейтинг. Давненько я не видал выходов игроков. Смотрите, неплохие рейтинги. 88, 87 и 2,85. Португалия. Да, это же Криштиану Роналду в моменте. Ага. Давайте попробуем скипнуть пак. Возможно, нам это поможет. Но нет, не особо помогло. Информ упал. Все-таки я сделал неправильный подход, наверное, к этому делу. Стоило бы дождаться полной команды года, кто-то скажет. И, в принципе, вы будете правы. Но, блядь, не хочется упускать возможность, когда падают только нападающие. Потом же вы сами понимаете, эти Нойеры будут сыпаться, как куски говна. Мексика. Кастро. Дайте мне Кастро, пожалуйста. Вау. Хорошо, что я скипнул. Потому что я бы, скорее всего, подумал, что это Бен Едер. Так, это вроде как информ. Франция. Форвард. Бен Едер. Да, блядь, ну дайте мне хотя бы Бен Едера, блядь. Ну, ебучий ваш случай. Блядь, ну второй раз. Игрока из команды недели. Форварда, блядь, с волкаутом. Дают этого говнаря. Казмира, добрый вечер. Блядь, на что я трачу свои деньги? Я уже 82-й рейтинг к экселю. Быть Мбаппе, наверное. Ну и все, ребята. Последний шаг отчаяния. Собираю очередную икону. Точнее, уже ее собрал. И надежда остается вот именно увидеть что-то классное в этом паке. Я мельком так глянул, что падает вообще в целом нашим фифером. Супер Стаса я видел. Зидан упал. То есть эта карточка уже получается до конца фифы про Максвелла. Я вообще молчу. У него два пака подряд. Первый это Пеле, 95-й. И вторым подобным паком он ловит Вьера. Я просто в ахуй. Два пака подряд у Максвелла. Блядь, такие кумиры. И теперь как бы я вам напоминаю, что у меня за 11 паков с гарантированными кумирами. Я вам напоминаю, что у меня еще Ванни Столрой упал. И как эта система справедливости работает в этой игре, я хуй его знает. Просто пожалуйста, яшники. Я, блядь, опять же, 50 штук уже влил в эту игру. И хочу увидеть просто какой-нибудь классный волкаут. Ну волкаут я так по умолчанию вижу. Там игрок такой выходит, красивый, классный. Сейчас нажимаем кнопку R2. Это не дубрикат, блядь, слава богу. Уже душу греет эта информация. Вы знаете, я сразу, наверное, пойду с топов. Потому что в пизду сейчас ковырять этих говноедов и портить себе настроение. Форвард. Давайте. Сойдемся на том, что это зубастик и разойдемся. А может быть это Пеле? Давайте откроем. Фу, блядь, какая ебучая арендованный КК. Франция ЦФД. Кантана? Нет, это не Кантана. Давайте. Кровь в ЦФД и мы расходимся. Вот честно, был бы не против. В Португалии ЦФД. Эусебио. Ну, Эусебио дайте. Мидл гулит. И честно, я прощу всю хуйню, которую вы творили со мной, яшники. Нет, это не будет. Ну все, я всех самых топовых и желанных, наверное, прошел. Француз ЦП. Может быть это Вера? Пожалуйста. Дайте Веру. По-братски. Нет, это Блан, который у меня уже был. И Зидан арендованный. А я не знаю, есть ли у Вера Карчика на ЦОПе. Давайте посмотрим. Нет, нет. А, похуй, была не была. Италия. Пожалуйста. Не надо. Пожалуйста. Не надо. Так. Блядь! Да вы серьезно, блядь! Мидл в Ере! Мидл, блядь, в Ере! Блядь, я не хочу в это верить. Это просто пиздец. Я не верю в это, блядь. Как это со мной происходит? Как это со мной происходит? За что, блядь, вы со мной, суки? Все, ребята. Я официально меняю свое гражданство. Теперь меня зовут не Андреа, а Андреа. Просто без комментариев. Я вот пытаюсь что-то сказать, как-то вот, блядь, найти какую-то логическую цепочку в этом всем. И я просто в ауте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть итальянцев. Из двенадцати пак. Просто напишите в комментариях, как это можно, блядь, охарактеризовать вообще. Ну и лайк поставьте за мои старания. Я пытался, я выжил все, что мог. Так, полтоса задонатил, нихуя. Открыл пак с кумиром Вере, блядь. Ебучий Максвелл, как ты это делаешь, блядь? Объясни мне, пожалуйста. Как ты, сука, это делаешь? В двух паках пелей Вера вытаскивает. Я не знаю, я уже покраснел, блядь. Я давление уже на себе чувствую, мне кажется. Потому что, ну реально, ну... Где-то же должен быть конец. Ну предел этого пиздеца должен быть где-то, блядь. Ну блядь. Все, пизду. Всем спасибо за внимание и пока.